Коллеги, добрый день! Сегодня мы проведем вам экскурсию по нашей фабрике готовых питательных светов. За моей спиной находится производственный отдел, в котором расположена зона приготовления готовых питательных светов и система водоподготовки. В процессе производства должна использоваться специальным образом подготовленная вода. Вода, используемая для производства, проходит многоступенчатую очистку, включающую в себя прохождение через угольные фильтры, использованные к числе воды, колонку обратного осмоса, ОФ-лампы, ионообменную колонку, систему бактериологических фильтров. Для косвенного определения количества примесей в воде в лаборатории ежедневно проводится измерение электропроводности воды. Также в лаборатории мы обязательно оцениваем микробиологическую частоту, используемую для варки свет воды. Процедура контроля жестко зафиксирована в специальных документах, и таким образом проводится постоянным мониторинг нормального функционирования оборудования водоподготовки. Процесс варки светы проходит в автоматических следоварках, которые имеют самотисты, регистрирующие процесс варки свет по минутам. После того, как следа готова, она транспортируется по шлангам в разливочный модуль. После того, как следа готова и поступила в модуль разливочной машины, разливочная машина дозирует строго 25 мл следы в каждую чашку петли. Затем по стерильному тоннелю с классом частоты 100, они направляются в зону закрытия чашек с крышками. После того, как чашки закрыты, они группируются по 10 штук и отправляются на упаковку. Сейчас мы видим чистое помещение визуального контроля, в котором происходит визуальный контроль и упаковка готовой продукции. В зоне визуального контроля проводится строжайший, 100% контроль и отбраковка чашек с механическими повреждениями агарового слоя, с посторонними включениями или неравноверным слоем. Производится отбраковка проросших чашек и партий, содержащих контоминированный чашек. В случае наличия и бракованных партий предусмотрено обязательное расселивание причины контоминации и их устранения. В отношении контроля готового продукта на предприятии жестко действует в подписании существующих поисковских металлических рекомендаций и требованиям из зона. Оцениваются эффективно-химические показатели цвета, помимо этого, разумеется, проверяют собственные потребительские качества цветы, проводя гипотологический контроль. Только на основании положительных результатов лабораторного контроля принимается решение о выпуске производственной партии, продаже и пригодности среды для применения. Главное, о чем стоит сказать, что качество итогового продукта всецело зависит от того, насколько скрупулезно мы относимся к каждому этапу производства. Только так можно получить стандартную продукцию со производимым качеством и это, пожалуй, наиважнейший факт успеха.